МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы правильно распределить свой день и ничего не забыть, заведите полезную привычку записывать важные дела в блокнот или в специальное приложение на смартфоне и заглядывайте в него каждое утро. Сначала выполняйте те задачи, над которыми работать совсем не хочется. Это позволит весь следующий день сосредоточиться на более интересных. Здравствуйте! В эфире программа «Сто советов». У православных амурчан прошла первая неделя Великого поста. Именно в эти дни верующие наиболее строго ограничивали себя в развлечениях и пище. Теперь же постное меню можно немного разнообразить. О том, как приготовить полезное и простое блюдо, при этом не нарушая церковных канонов, расскажу в нашем первом сюжете. Великий пост для православных – путь духовного очищения. В течение 48 дней до светлого праздника Пасхи верующим следует пересмотреть свой рацион. В основе питания – бобовые, овощи и фрукты, злаки, крупы и постные мучные изделия. Мясо, яйца, молоко, сливочное масло, творог, сметана – в этот период под запретом. Исключения составляют лишь морепродукты. А чтобы еда была не только полезной, но и более разнообразной, воспользуйтесь следующими вкусными рецептами. Постное меню может быть разнообразным и также вкусным и полезным, как основные блюда. Сегодня мы приготовим несколько блюд. Начнем с салата от «Сезарь» с креветкой. Индегриенты в нашем салате – это лист салата, сухарики, редис, помидоры черри, креветка и, конечно же, соус. Лист салата накладываем на тарелочку. Он у нас уже предварительно порезанный. Далее нарезаем помидоры черри. Выкладываем их на тарелочку. Желательно по кругу. Потом нарезаем кольцами редиску. Затем мы украшаем наш «Сезарь» креветкой. И теперь осталось добавить салат в соус из постного майонеза. Первое блюдо готово. Сейчас мы приготовим суп-пюре из брокколи, с кокосовым молоком. Для этого нам понадобится свежий брокколи, картофель, лук и зелень. Соль, перец мы потом добавим при приготовлении по вкусу. Сначала нарезаем крупными дольками брокколи, картофель и репчатый лук. Добавляем соль и перец. Затем ставим на средний огонь. Варим до готовности. После этого все продукты необходимо взбить блендером или миксером до однородной консистенции. Ну вот, наш суп готов. Добавляем кокосовое молоко. Такие блюда вы можете приготовить дома. Очень вкусно и аппетитно. Но истинный смысл Великого Поста нельзя сводить только к голоданию. Амурский священник Святослав Шевченко уточнил, что в это время запрещено ссориться и сквернословить, устраивать праздники, посещать театр и кино, курить. Вообще в этот период желательно, опять же, минимизировать, ну допустим, раздражительность свою, осуждение, обиды. Ну то есть с этим начать бороться. То есть вывернуть свое зрение, как бы, да, вот, духовное, внутрь себя. Посмотреть, а что во мне, а как я к людям отношусь. А хорош ли я человек на самом деле, или только думаю о себе это, да. Поэтому самое время сосредоточиться на своем внутреннем мире, расставить жизненные приоритеты, уделить больше внимания близким и творить добрые дела. Поэзия объединяет страны и культуры. Наверняка у каждого из нас есть любимое стихотворение, строчки с которого знаешь наизусть. Если вы давно мечтали написать нечто подобное самостоятельно, но не знали с чего начать, тогда некоторые наши советы вам в этом помогут. Смотрите и запоминайте. Дом, работа, семья и собака, может, кошка, не в этом ведь суть. Вроде все в этой жизни как надо, чего стоит себя обмануть. Строчки этого стихотворения, как и десятка других, в голове Анны Поповой возникли случайно. По словам девушки, чаще всего нужные слова приходят после пережитых эмоций, знаковых встреч или разговоров. А еще ее вдохновляют новые места и книги. Иногда стихи рождаются даже во время обычных прогулок по городу. Свои первые произведения Анна написала еще в старших классах, но более серьезные появились уже в университете. Некоторые из них даже опубликовали в литературном журнале, но, несмотря на это, настоящим поэтом Анна себя не считает. Иногда просто хочется с карандашом, с листочком посидеть, что-то да приходит. А иногда по улице бреду, вдруг мысль какая-то осенила, новая строчка где-нибудь записала, либо на листочке, в блокнотике, в телефоне, неважно. Потом развивается потихоньку. Пишу для себя, чтобы выразить все свои какие-то эмоции, то, что я переживаю, что я чувствую. Мне нужно выплеснуть. Для меня стихия – это своеобразный личный дневник, где я просто все, о чем я думаю, я пытаюсь так выразить. Так легче. Для того, чтобы правильно определить верность к размеру, необходимо взять четверостиши. Две пары рифмующихся строк. По словам литературоведов, поэзии важно не только содержание, но и форма. Поэтому каждый уважающий себя поэт, пусть и начинающий, в своем произведении должен выдерживать стихотворный размер и ритм. А для этого необходимо понять систему стихосложения. Русские поэты не случайно шли к этому, не случайно Ломоносов разрабатывал систему русского ботанического стихосложения, потому что это позволило раскрыться русскому языку. Поэт – это человек, на мой взгляд, человек, который особым образом смотрит на мир. А ритм, ритм, кому-то он, конечно, дается. Есть поэты, которые чувствуют, есть дети, которые чувствуют ритм. Если вы решили списать стихи с понятием размера и ритма, ознакомьтесь тщательнее. Ну и запомните еще несколько отдельных советов от профессионалов слова. Выберите наиболее близкую вам тему. Обдумайте нить повествования. Она свяжет отдельные картины и образы в единое целое. Определите, какой вид рифмовки наиболее подходит вашему стилю. Остерегайтесь простых шаблонных рифм и клише. Используйте толковые и тематические словари. Сохраняйте в стихотворении сюжетную линию. Не увлекайтесь погоней за рифмой. Готовое произведение проверьте на стиль и метр. Устраните повторы. И помните, что хорошее стихотворение – это гармония вашей фантазии и поэтической техники. А витаминоз, паразиты и инфекции, весеннее обострение хронических и вирусных заболеваний у питомцев доставляют немало хлопот их владельцам. Какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы поддержать самочувствие животного в норме, расскажу прямо сейчас. Кореглазый красавец по кличке Кекс в семье Виктории Назаренко появился год назад. О таком домашнем питомце девушка мечтала давно. За шотландским веслоухим котом пришлось даже отправиться в соседний регион. Выбор породы Виктория объясняет просто. Животное привлекло не только внешними данными, но и своим характером. Правда, обычно игривый, любознательный и ласковый кот этой весной заставил хозяйку пололноваться и обратиться в ветклинику. Просто начал плохо есть, мало игрался, постоянно спал. Вот мы забеспокоились, повезли его в ветклинику. Как оказалось, кот испытывал нехватку витаминов группы А и В. Чтобы укрепить иммунитет, в его рацион ввели специальный витаминный комплекс. Также в межсезонье витамины помогают животным остановить и сильную потерю шерсти. Весной домашние питомцы нуждаются в особом уходе и внимании, ведь именно в этот период активизируются всевозможные инфекции. Так, во время прогулки ваша собака рискует подхватить бешенство, чуму или вирусный гепатит. А вот предупредит опасные заболевания своевременная вакцинация. Сейчас снег растаял, вся грязь наверху. То есть, конечно, сейчас нужно обязательно глистогониться. А где вообще глистогониться положено распрямиться, независимо от сезона и прививки. Прививок сейчас очень много, потому что болезни сейчас все. И зимой было достаточно инфекционных заболеваний, сейчас весной еще больше их будет. Сейчас и незаразные заболевания, тоже аллергия и так далее, все это есть. Поэтому в любом случае проглистогонимся, привиться это обязательно. Это как минимум спасет жизнь вашему питомцу. Так же, как и у человека, то есть, чем раньше, тем больше возможности именно положительного эффекта в этом лечении, да просто диагностики, чтобы вы знали, что ожидать, что необходимо сделать, на что обращать внимание, под контролем, что держать. Так что будьте внимательнее к своим четвероногим друзьям и уделите им побольше времени. Тогда они будут здоровы и счастливы. На этом у меня всем актуальными и полезными советами с вами делилась Екатерина Рашкова. До новых встреч в эфире. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин